так всем здарова у нас вот события боги войны глобальной карте с 13 февраля по 27 февраля вот у нас буквально получается с 13 по 27 две недели времени и будет у нас новый танк 116 f3 116 f3 вот такой вот танчик замечательные вот его параметры вот его характеристики вот у нас есть коллижен моделька с броней этого танка и в этом видосе мы с вами подумаем стоит ли потеть эти две недели и получить допустим этот танк или какой-либо другой что он из себя представляет и так дпм у нас 2000 альфа 530 266 пробитие у нас б башкой и пробитие у нас под калибром 325 на 500 метров 310 пробитие даже на расстоянии неплохое это хорошее пробитие и что еще нужно из этого понять так если сравнивать каким-нибудь чифон то у чифа альфа 440 пробитие 270 под калибром а лдовым под калибром 322 на расстояние пробития получается 280 то есть по пробитию голдой китайский тяж лучше по пробитию основным снарядом чифтэйн будет получше но здесь у нас б башка с пробитием 266 и в целом это не так уж и плохо также у нас у китайца барабан на три снаряда вот у нас три снаряда между снарядами у нас 5 секунд перезарядка точность 04 сведения 27 у чифтэйна точность 034 и сведения 2 секунды также стабилизация у нас тут 014 014 011 а здесь стабилизация 025 025 015 то есть стабилизация у чифтэйна во всем лучше также снаряд у нас стоит 1200 а тут стоит 1000 и голдовый снаряд у чифтэйна у нас стоит 4800 а здесь голдовый снаряд стоит 5200 то есть снаряд дороже но тут альфа больше максимальная скорость 35 у чифтэйна она больше назад скорость 20 у чифтэйна назад скорость 15 удельная мощность 16 здесь 14 также еще у вены у нас 8 градусов у китайского танка 10 у чифтэйна мы понимаем что чифтэйн по пушке у нас и точнее и дешевле снаряды у нас стоит у вены лучше стабилизация лучше сведения лучше дпм у нас лучше у чифтэйна то есть еще лобовая броня там башня крепкая так далее а вот китайский тяж это больше про альфу про барабан он более жирный такой пушка косея кривее снаряды дороже но и альфа чуть больше у вены хуже 8 градусов это не прям уж плохо но тяжелые танки они не особо-то маленькие 8 градусов это не прям уж классно но это неплохо это ну так пойдет по пушке чифтэйн будет поприятнее но что по лбу у нас во лбу у лючок у чифтэйна побольше будет но он один 180 здесь лючок вообще какая-то бумага 40 миллиметров он фугасами будет пробиваться но он очень маленький и 2 лючок 125 миллиметров и там одета еще крышка пробивается тоже передняя часть крыши у нас 55 миллиметров вон там 90 она рикошетит маска бронированная лоб башни тут 350 360 370 хотя вот прям возле маски 320 бывает туда даже навестись тяжело что у нас у чифтэйна тоже 350 400 плюс 500 даже как-то по бронирование выглядит местами видим что броня жесткая учи файл башни но вот там крыша где-то уже пробивается местами черкачем но это тяжело там куда-то навестись но и она все равно рикошетит крыша у нас пробивается в задней части лючок видим что в принципе и борт имеет какую-то у нас броню но местами нам что-то пробивается влд 260 тут нлд 225 принципе танк бронированный тоже касаемо китайской брони тут влд у нас 350 и нлд такой вот двухслойная 250 100 с хвостиком в самом днище но в самом днище будет рикошет причем надо прям сильно поднять чтоб рикошета не было то есть если днище не поднимать то будет рикошет это хорошо ну и верхней части влд тоже рикошет то есть тут по сути даже в нлд надо алдой стрелять по ходу корпус во лбу бронирован получше конечно что касаемо борт здесь тоже смотрим что 120 миллиметров у чифтэйна 88 но здесь вот такая вот вокруг башни фиговина есть которая будет конечно бесить то что она тут во лбу конечно бронированная но когда мы доворачиваем здесь получается 200 чем-то миллиметровая но конечно будет легко пробиваться это запомнить что тут дырка что касаемо лба башни то у чифтэйна как-то все более непредсказуемо и сильнее броня скачет здесь вот 300 миллиметров маски вокруг то где то есть на 300 миллиметров тоже не 0 а так тут 350 320 ну разве что пт-шки будут пробивать и лючки но по броне танк очень классные единственно что когда рамбуешь вот это вот фиговина на башни вот эти погоны это просто жесть ну и на двигателе там есть тоже полочки но их не видно за широкой башни то есть броня хорошая броня хорошая но лоб башни у чифтэйна наверное получше будет лоб башни прям у чифтэйна вообще жесть not корпус у чифтэйна похуже и влд и нлд и борт хуже но у чифтэйна нету такой вот беды вокруг башни но чифтэйна лючок чуть больше в общем и целом броня как для десятки наверное ок но чифтэйна ездит побыстрее тот помедленнее в общем и целом что хочется сказать что стабилизация похуже это конечно плохо и точность плохая и сведения долговатая воены 8 градусов но но барабан на три снаряда по 530 альфы это конечно жестко но между выстрелами 5 секунд кд это барабан который раздается очень долго какой-то лютой им будет танк называть тяжело видим что он мега бронированный прям вот смотришь и пробивать практически некуда но вот когда рамбуешь от борта выезжаешь вот эта дырка вообще смущает очень сильно вообще никаких проблем в броне не вижу когда ты на нем играешь вот как играть против него что будут восьмерки против него делать я вообще без понятия потому что его некуда пробивать даже голдой в нлд стреляя вы будете на восьмерках не всегда пробивать поскольку там плюс-минус вбр плюс-минус не всех даже такое пробитие на галде есть разве что пт-шки какие-нибудь not лючок остается стрелять только в лючок но он такой микроскопический ну и десятки будут голдой в лоб стрелять и у кого большое пробитие могут сюда пробивать вот допустим если мы заряжаем голду тоже у нас открывается нлд эту не сто процентов шанс пробить вот уже возле маски пробиваться начинает это тоже не стопроцентный шанс какие-то тут еще каем очки но в общем и целом броня жесткая даже вот если буду стрелять голдой все равно тяжело пробивать согласитесь броня мне кажется хорошую но вот орудие конечно вызывает вопросы но она барабанная но 5 секунд когда если бы между выстрелами было бы хотя бы три секунды 2 это вообще было бы жесть если бы барабан раздавался быстро с такой эльфой я бы тогда еще поверил но 5 секунд это долговато хотя бы не 8 и на этом спасибо и вот возвращаемся к другим наградным машинам у нас получается 116 f3 кару д камбаш мамба объект 907 121 b вк 720 1к т-95 и 6 760 эти танки сложные я бы не назвал бы какой-то из них прям простой и легкий а вот прокачиваемые танки некоторые есть супер простые но вот если мы перейдем на какой-нибудь сайт с отметками и посмотрим на танки которые в топе по трем отметкам то какой-нибудь amx m4 мне 54 мне кажется посильнее будет чем вот эти вот все танчики вместе взяты и на нем легче играть он супер простой ты просто ездишь лицом к врагу и стреляешь когда есть возможность там есть скорость есть альфа пушка приятная тот же самый вза 55 супер имбище и леопард классный танк там и они оба ну приятные классные на них не супер сложно играть супер конь то есть на любой цвет и вкус и есть прокачиваемые танки которые на мой взгляд но куда проще чем эти эти танки безусловно не слабые они хорошие но за них нужно попотеть и чтобы их реализовать нужно приложить скилл руки прямо и так далее чтобы их получить надо две недели потеть и у меня в принципе получается такой вот вывод если вам скучно нечем заняться то можно попробовать запотеть получить этот танчик для этого нужно вступить нормальный клан с ротками с полевиками там и поиграть этот иван две недельки попотеть если есть время опять же можно что-то выбрать но если времени нет или нет желания потеть или есть чем другим позаниматься то можно выкачать какую-нибудь имбовую десятку там супер коня леопардовы за 55 c63 там амx миле 54 что-нибудь там еще т110 и 5100 b1 так очень много классных танков которые прям реально сильные и они куда проще чем вот эти но для разнообразия если вы там стример по стримить если вы не стример просто для себя для разнообразия можно попробовать но прям у меня нету такой мысли что это прям какая-то необходимость вот некоторые люди говорят вот простым игрокам эти танки не получить да они обычным игрокам и не нужны есть простые танчики которые можно легко выкачать получить и играть эти танчики я бы не сказал бы что они легкие в освоении на них легко играть нет на них сложно и при этом надо потратить время и усилия я считаю что люди которые те танки получат они заслуженно их получают поскольку эти ивенты играть это душная затея это много времени много сил много нервов и так далее глобальная карта ивента и так далее клановые мероприятия они просто так сделаны не для массовой аудитории это все сделано плохо это ли хорошо решайте сами на мой взгляд разработчики просто не могут до ума довести эти кланы поскольку они не особо популярны и мало людей этим занимается от общей массы кому так наверное хочется тоже эти танки получить но просто лень тратить время и силы или возможно нету этого времени либо скилл не позволяет если его нет вообще итак теперь мнение о том что стоит брать чего не стоит брать если брать танки для кота на первом месте объект 907 на втором месте vk7201 к 907 будет брать почти на каждую карту и очень часто а vk7201 к будут брать на карты где играют жирные толстые тяжи но еще зависит от того какие карты чаще играет ваш клан ваша рота и полевик вам все сам расскажет остальные танки на гк не играются не м60 не 121b не карапитеку 116 f3 я думаю тоже не будет играться потому что он как быстрый тяж он медленный как бронированные жирные у него пушка слабоватая мало пробития мало альфы но и птшки голдой в лоб будут пробивать это если вы берете танки для гк для кланов если вы берете танки для рандома для того чтобы покататься в рандом чеки то на первом месте vk7201 к на втором месяце 116 f3 на третьем месте кару до карапитека 45 т если вы больше любите с т чем т т то на втором месте у нас кару д карапитека 45 т а на третьем 116 f3 соответственно на четвертом месте т-95 е6 и 907 если более активный геймплей то 907 если более пассивный аккуратный то т-95 е6 ну и 121b сам 60 как обычно на храни всрались я все свои мысли рассказал по поводу и ванта согласно или не согласно пишите в комментариях все почитаю посмотрим я считаю что 116 f3 не супер имба не убийца чифтейна что-то там в нем есть по типу брони местами какая-то задумка там с барабаном и альфой и пробитием тоже есть но точно стабилизация сведения у вены и максимальная скорость сводит с ума сам был варч карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока